В середину часа начинаем с пожаров в здании Минобороны. Это самый центр Москвы. По предварительным данным, площадь поражения вставляет около 50 квадратных метров. Об этом сообщают пожарные и зоны всего случившегося у города 17 человек. Мой коллега Сергей Осин уже на месте событий, готов рассказать последние подробности. Серёж, приветствую тебя. На какой стадии тушения? Может быть, уже понятно, что послужило причиной возгорания? Привет, Лёша. Но стадия тушения пожара пока нельзя как-то охарактеризовать. Пожарный до сих пор работает. Насколько нам известно, пожар начался на третьем этаже в кабинете 341. Пожарные не сразу смогли найти очаг возгорания, потому что очень сильное задымление. Тут здание старое, историческое, большие длинные коридоры, высокие потолки, полно дыма. Искали довольно долго. Изначально пожару была присвоена третья категория сложности, но потом уже последствия её снизили до второй. На третьем этаже очаг возгорания был найден спустя какое-то время. Но, к сожалению, пожар начал распространяться по перекрытиям. И уже практически дымит и четвёртый этаж, и даже на пятый что-то перекинулись. Насколько нам известно, пожарные сейчас пытаются вскрывать эти перегородки и производить тушение уже непосредственно вот этих перегородок. Потому что, напомню ещё раз, здание историческое. Примерно в 1944-1946 годах оно было полностью перестроено под нужное Министерство обороны. И с тех пор оно никак не реконструировалось. То есть зданию больше 50 лет. Возможно, какие-то перегородки уже достаточно изношены и сухие. Поэтому огнём занялись довольно быстро. Ну и, соответственно, из-за того, что здание большое, площадь возгорания могла распространиться из-за дымления. Сейчас, ну вот за моей спиной, вы видите, в дыму практически вот из многих окон работает множество лестниц. Пожарных меняют, они постоянно вот уходят здесь вот, стоят вот ребята. Они недавно вышли из зоны тушения, сменили баллоны. Их сменила другая команда, пошли туда внутрь уже. А ребята здесь отдыхают какое-то время. И я так понимаю, что впоследствии они опять туда пойдут, когда потребуется такая необходимость. Алексей. Серёж, а можно попросить вашего оператора, вот чтобы он снял крупным планом вот эти горящие окна, работу пожарных на месте событий. И параллельно у тебя спросить, может быть ты расскажешь, всё-таки от Минобороны были какие-то спикеры, что-нибудь говорили, ну скажем так, что будет дальше с этим зданием, где находятся сотрудники, где они теперь будут работать. Может быть был какой-то комментарий уже на улице, нет? Нет, Алексей, мы все здесь с многими телеканалами ждём пресс-подхода. Надеемся, что Министерство обороны кого-то к нам отправит всё-таки, потому что действительно интересно, что же сейчас будет со зданием. Но пока не закончен пожар, я думаю, они не будут говорить об этом, потому что ещё ничего не потушено и непонятно, насколько оно будет разрушено внутри. Как мы видим, вот посмотрите, если с левой стороны, вот там, где работают лестницы сейчас, вот там стоят пожарные на лестницах, это примерно очаг возгорания. И вот посмотрите теперь направо, то есть уже огонь или задымление, непонятно пока что там внутри находится, перекинулось вот примерно метров на 30 в сторону. То есть площадь, может быть, задымления, она как-то повредит здание, я не могу пока сейчас определить уже точно. Но и Министерство обороны, я думаю, выждет, пока пожарные закончат работать и расскажут уже нам непосредственно, что же будет. Мы очень на это все надеемся. Пока комментариев официальных лиц получить не удалось. Здесь просто из Минобороны к нам никто не подходил даже. Серёж, вот у меня топографический критинизм. Скажи, это здание напротив парка Горького, да, в центре Москвы находится, или нет? И вообще-то вот движение на улице, как-то отцеплено движение? Вообще, могут ли машины спокойно двигаться? Движение на улице... Лёш, мы сейчас покажем. Вот смотрите, с этой стороны стоит пожарная техника. Вообще, пожарной техники очень много. С этой стороны стоит пожарная техника, с другой стороны также пожарная техника. Вот там дальше, вот если туда поехать, там уже Арбат. То есть, с той стороны подъехать невозможно, и с другой стороны подъехать невозможно. Вот это вот серое здание, которое с правой стороны, серо-белое, это здание Генерального штаба Министерства обороны. Оно не пострадало, и, ну, сегодня оно не работает. Я, насколько знаю, 17 человек вывели из непосредственно горящего здания, сотрудники пожарные вывели, 17 человек, которые там находились. Возможно, сотрудники сегодня занимались какой-то, ну, что-то делали там, то есть 17 человек было эвакуировано изначально. Ну да, там всегда что-то делается, да. Ну и точнее, конечно, по карте, это станция метро Арбатская, в районе станция метро Арбатская, а не напротив парка Горького, это я ошибся. Это Арбат. Да, спасибо огромное, Сережа. Это Сергей Осин, работает у здания Минобороны в Москве, где, как вы видите, продолжается довольно сильное возгорание. Мы следим за развитием событий.